Этот и этот члены, естественно, в числителе сокращаются, и я получаю, поскольку деление линейная операция, то я могу написать, что ответ будет такая сумма y от x плюс члены более высокого, чем дельта x порядка, чем первого порядка под дельта x, деленное на дельта x. Ну и, естественно, в пределе. Так, на дельта x, да, прошу прощения, предел. Вот здесь предел стоит. В пределе это, конечно, 0. Я, что, что? 1, да. Ну и вот, вы видите, что вот эти два определения эквивалентны. А теперь скажем, что точно так же, как вот здесь вот я назвал производной функции коэффициент при главном линейном члене, точно так же я возьму функционал и вычислю главный линейный член по отклонению его аргумента от значения q от t. Я напишу, что s от q от t, прошу прощения, плюс дельта от дельта q от t, это аналог дельта x. Но поскольку это функция, отклонение может зависеть от времени внутри вот этого самого интервала, вот, то я немножечко другой значок употребляю для дельта маленькая, а не дельта большая, для обозначения отклонения. Ну и пишу по определению. Это что такое? Это интеграл от t1 до t2 по t от q плюс дельта q, q с точкой, плюс дельта q с точкой, это вот я сотру выкл выкл выкл. Так, запятая t. А дальше сделаю следующее. Точно так же, как я разлагал вот эту вот самую функцию y от x по степеням отклонения ее аргумента, то же самое я сделаю для функции Лагранжа под знаком интеграл. Значит, напомню, что у меня вариационный принцип вот какой. У меня вариации дельта q при t равным t1 нулевые, и при t равным t2 тоже нулевые. И, кроме того, производная вариацией дельта q есть дельта q с точкой. Это условие вариационного принципа. Вот. Ну и давайте вычислять вот это выражение. Значит, Л это функция уже, да? Поэтому для нее я использую ровно вот это вот самое выражение. Только у нее этой функции аргументы q. Функции g. Тем не менее, если Л есть явная функция переменных q, то, и у нее много переменных, то аналогом вот этого выражения будет более сложное. Я должен взять вариации... Если бы у меня самая функция зависела от нескольких иксов, то я сделал бы несколько членов при каждом иксе, правда? Была бы здесь сумма. Вот она сумма здесь и окажется. Значит, я пишу. Интеграл от t1 до t2 по t. Вот какое выражение. Значит, L от q q с точкой t плюс dL dq дельта q с точкой... Э, дельта q на дельта q. Это аналог дельта x. Плюс частные производные dL dq с точкой... Дельта q с точкой. Всё. Плюс O маленькая, как вы говорите, от дельта q. Значит, ну, конечно, мы считаем, что эти самые отклонения... Траектория такая, что отклонения её, самой её, и её производных по времени малы. Что это означает? Вот эта вот траектория не слишком, это самое, достаточно гладкая. Чтоб производные по времени не были большими. Понятно, да? Она гладкая. Потому что, ежели бы я допустил вариации, где какой-нибудь такой вот угол, то была бы бесконечная производная. Правда? Вот этого я не допускаю. Поэтому отклонения гладкие формализовать строго, это тоже можно на языке теории функций. Сейчас нам это неинтересно, потому что эта формализация почти тривиальна. Вот. Что, что? Нет, не прячу. Потому что у меня вот какое условие есть. Видите, да? И поэтому я ещё не доделал выкладки и не прячу. Я сейчас вам признаюсь. Вот эта вот дельта Q с точкой, это есть дельта Q с точкой. Правда? И выражение дельта Q с точкой я преобразую с помощью правила Лебница дифференцирования произведения. Я напишу, что это есть дельта Q с точкой минус дельта Q с точкой на дельта Q. Правильно? Присмотрите. Значит, вместо вот этого выражения у меня появится вот эта разность. Этот член есть что? Интеграл от полной... Вот когда я смотрю на этот член, то у меня получается интеграл от полной производной. Верно? Он есть разность подинтегрального... Под деференцированным подинтегралом выражения для двух времён. Т2 и Т1. То есть на концах отрезка. А у меня условие, что вариация в этом случае ноль для этих точек. И этот член пропадает. Правильно? Он есть ноль. Значит, вот этот член есть ноль под знаком интеграла. И интеграл остаётся таким. Значит, этими членами я пренебрегаю. Я потом напишу. А у меня получится следующее выражение. Значит, давайте я внизу напишу. Равняется. Интеграл по Т от Т1 до Т2 от L от Q с точкой Т плюс... Вот такая вот штука. ДЛ ДК минус ДЛ ДК с точкой... С точкой на Дельта-Ку. Закрыл вот эту скобку. А остаток вот этот вот. Просто пишу, что это есть члены более старшего порядка, чем первый по Дельта-Ку. Что я заработал? Ровно вот это выражение, да? Правильно? И производный, вариационный производный или функциональный производный, называется коэффициент, вот этот вот коэффициент, при главном линейном члене по вариациям функционального аргумента. Просто тривиальное и естественное обобщение обычной производной вот в таком виде записанной. Значит, это есть равенство коэффициента при главном линейном члене есть в слове экстремума. Так? Отмечу. Значит, отсюда я из принципа наименьшего действия я получаю, что он реализуется на таких траекториях, где вот эта квадратная скобка обращается в ноль. То есть, DL DQ минус DL DQ с точкой с точкой равняется нулю. Что я сделал? Я выбил уравнение Эйлер-Лагранжа. Так. Вот этот. Потому что интеграл по Т от этого члена есть дифференцируемое выражение T1 T2 Так, выражение. Вот оно какое. DL DQ с точкой на дельта Q в двух точках. Разность в двух точках. В границах интегрирования. А дельта Q в этих точках у меня по условию вариационного принципа ноль. Угу. Вот. Значит, я получил уравнение Эйлер-Лагранжа. Теперь, значит, еще замечание. Функция Лагранжа неоднозначна. Очень сильно неоднозначна. То есть, в каком смысле? Разные функции Лагранжа дают одинаковое уравнение движения. В чем неоднозначна? Какая свобода функции Лагранжа? Утверждение. Я к функции Лагранжа всегда могу добавить любую производную любой функции координат и скоростей. L я могу заменить на L плюс D F от Q и Q с точкой. Так. Ладно, не буду. Только от Q. Усложнит у нас это самое наши выкладки. Усложните, если я допущу еще и производные D, F от Q и D, T. Значит, но вот эта функция от T явно зависеть не может. Что получится вот в этом самом выражении для действия, если я добавлю такую величину? у меня получится следующее. Я к L вот к этому L добавляю вот такое слагаемое, да? Но это же производная по времени. Правильно? А производная по времени у меня значит, интеграл от производной по времени это дифференцируемая функция. значит, я получаю разность F в двух точках T1 и T2. Правильно? А, значит, а, нет, извините, я же должен вариации еще взять. Я же вариации беру еще. Эти вариации будут производные F по Q умножить на дельта Q. Я оставляю только первые члены. Главные линейные члены по вариациям. А вариации на концах есть нулей. Сами функции исчезают, а вариации их есть нулей. Сама функция, разность F вот в этом выражении. А, нет, не так. Это же я. Ну да, разность F в этом выражении и вот в этом выражении пропадает. вот. Поэтому, значит, функции Лагранжа можно добавлять любую производную от это самое, по времени от этой самой вообще произвольную, да, любую производную, производную любой функции от координат. хорошо. Хорошо. Значит, ну, из-за этого несколько следствий. Одно из них, об одном из них я скажу прямо сейчас. Значит, когда я выводил функции Лагранжа для свободной частицы, я сказал, что условия эквивалентности всех инерциальных систем приводит к тому, это самое функция Лагранжа уже являющаяся функцией только квадрата скорости. Она по этому квадрату скорости линейна. Вот давайте это выражение, это утверждение сейчас я и докажу. Потому что я без доказательства его вам выписал. Итак, значит, что теперь здесь мне? здесь мне уже больше ничего не нужно. И это все уже не нужно. так, у меня благодаря требованию требованию вытекающему из однородности времени функции Лагранжа для свободной частицы, которая есть функция R R с точкой вообще говоря и T вообще говоря. Значит, однородность времени зачеркивает зависимость от этого самого времени. Однородность требования следствия однородности пространства зачеркивает зависимость от этого самого координаты. декартовая координата это. А изотропность пространства, то есть требование инвариантности L относительно поворотов декартовых осей вокруг любой оси утверждает, что L остается L. Есть функция только скалярной комбинации вот этой переменной. ну а скалярная комбинация это R с точкой в квадрате. Скалярное произведение. Что такое скалярное произведение вы знаете, да? Ну вот наполню на всякий случай. В декартовых координатах скалярное произведение двух векторов A которые есть ну давайте напишем так A1 на E1 плюс A2 на E2 плюс A3 на E3 E1 E2 E3 это единичные орты в декартовых координатах квадраты этих векторов скалярный квадрат длина этих векторов то есть скалярное произведение этих векторов единицы и то же самое для B тогда скалярное произведение A на B обозначается вот такой скобочкой и есть A1 B1 плюс A2 B2 плюс A3 E3 B3 B3 A по этому определению R квадрат есть R1 квадрат плюс R2 квадрат с точкой давайте писать плюс R3 с точкой в квадрате вот что такое вот этот самый значок R с точкой в скобочках квадрате так теперь ну а требование инвариантности эквивалентности всех инерциальных систем отсчета означает что в этой самой L должна сохраняться иметь то же самое вид и то же самое значение ежели мы сделали перешли в другую инерциальную систему отсчета что это означает что к R я добавил постоянный вектор V скорость одной инерциальной системы относительно другой R с точкой плюс V вектор V это та самая скорость в квадрате V я всегда могу считать малым вообще значит вот физика оперирует когда у нас какие-то симметрии есть почти всегда группы симметрий непрерывные а для непрерывных групп ее структура это доказывается в алгебре полностью определяется в подавляющем большинстве случаев в физике это всегда так полностью определяется ее алгебра Ли алгебра Ли это производные элементов которые как раз и определяют производные элементов вы помните что производная это что такое главный линейный член при добавке и вот маленькие добавки значит V маленькая добавка параметры группы маленькая добавка параметры вот этой подгруппы переходов от одной инерциальной системы к другой ну и я разложу по степеням V это выражение так ведь да имею право равняется DL по D R с точкой в квадрате R R с точкой R с точкой в квадрате ну и по правилу дифференцирования сложной функции я по V должен после этого продифференцировать аргумент верно результат дифференцирования будет следующий значит производная по V есть производная вот это вот есть R с точкой плюс V да на V правильно да смотрите производная по V от вот этого квадрата и только двоечка конечно есть значит раз квадрат у меня то у меня получается само выражение умноженное на его производную опять по правилу дифференцирования сложной функции а стоящая в скобках выражение линейно по V и ее производная по V есть единица а V это трехмерный вектор поэтому я вот когда считаю производную у меня получается сумма вот таких выражений сумма производных по V1 линейное выражение по V1 V2 и V3 оставляю я всегда линейное по приращениям нет 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 когда мы дифференцируем по R с точкой так то я получаю когда я дифференцирую значит смотрите дифференцирование ладно вы хотите сказать что мне дифференцировать нужно здесь не по R с точкой в квадрате да где лишнее V почему смотрите дифференцирование значит я пишу выражение вот было написано выражение F равняется F от X X плюс дельта X равняется F от X плюс ну я уж прямо буду писать D F по D X на дельта X вот это и есть дельта X и кроме того смотрите у меня это выражение было скаляром да правильно ведь да и этот член вот этот член скаляр и этот член должен быть скаляром я получаю скалярное произведение стоящего в скобках аргумента на приращение в на малое приращение этого самого аргумента да это было для этих поворотов от этого выражения я не этого этого вывода я не делал только от V квадрат а что оно линейно не хватило нет нет я этого не говорил я говорил только что из требования эквивалентности всех инерциальных систем получается что R линейно по V по скорости так поворот же это разные подгруппы когда я разлагал по углам поворота то я получил выражение когда по углам поворота скажем так я получил выражение которое зависит должна быть инвариантность когда у меня поворачивается система координат то к V извините к R с точкой делается добавка векторное произведение вектора поворота на R с точкой правильно да как всякого вектора повороток всякий вектор требование инвариантности означало тогда что должна остаться функция только от этого самого что должен пропасть член пропорциональный углу поворота ну и я написал ответ выкладки не делал а выкладка делается вот сейчас вот таким ровным способом но там должна быть выкладка для групп подгруппы галилея группы поворотов а это выкладка для групп перехода подгруппы перехода от одной инверциальной системы к другой вот теперь смотрите значит я я значит оставляю всегда только малые члены когда разлагаю вот в такой вот в такой вот ну не ряд а когда использую такое разложение это поэтому я должен зачеркнуть значит плюс члены более старшего чем в порядка и так вот это выражение должно исчезать вот это вот но если оно должно исчезать при всех r с точкой то это означало бы что вообще dlp r с точкой равняется нулю r вообще константа l вообще константа что неверно я вам говорил что функции лагранжа можно делать добавки которые есть производные по времени от функции координат правильно и ничего не изменится значит я должен потребовать чтобы двоечку я пропускаю dl dr с точкой в квадрате на r с точкой и на v это не зависящее от величины от времени и вообще ничего постоянный вектор он коэффициент так же как двойка чтобы вот это было производной по времени ну здесь конечно тоже некие если рассматривать общий случай то некое занудство получится я не буду делать точное доказательство смотрите r с точкой у нас уже производная по времени да я же могу любую функцию да 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 не приравнять к нулю а сказать что член не дает вклады в уравнение движения функция лагранжи неоднозначна к ней можно добавить производную фунт производную по времени от любой функции координат вот это у меня вот l-то сама зависит не только от координат но и от скоростей да и r с точкой это уже производная по времени ну и значит чуть-чуть нужно поточнее ставить условия ну не буду этим заниматься я скажу только что если это константа то я получаю полную производную по времени и тогда требование инвариантности с учетом что функция лагранжи не это самое неоднозначно выполнено вернее требование независимости уравнение и движение от инерциальной системы выполнено ну интеграл движения мы еще не говорили мы сейчас начнем говорить про интеграл движения не сразу вопрос ваш вопрос по делу но давайте ответ на него я немножечко отложу вот итак дл др с точкой в квадрате есть константа это означает что л есть р с точкой в квадрате на константу плюс вторая константа ну когда это самое интегрирую по r с точкой в квадрате то я получаю константа плюс константа интегрирования значит еще одна константа константа 1 число я вообще могу выкинуть из функции лагранжа правда и остается вот это выражение для свободной частицы вот эта константа называется м пополам где м называется массой значит это я первый раз сказал слово масса дал определение массы точечной частицы масса точечной частицы это удвоенная константа которая стоит функцией лагранжа для свободной частицы Значит, вот в том подходе, который я вам излагаю Все вот эти вот самые слова, все термины Масса, энергия, импульс и так далее Кинетическая энергия, потенциальная Они возникают как результат моделирования Понятно, да? Вот, значит, все Все комментарии, которые я хотел сделать Для свободной частицы и принципы наименьшего действия я сделал Перейдем теперь к усложнению моделей Значит, модель под названием свободная частица закончилась Давайте смотреть, что такое несвободная частица Несвободная частица – это когда ее эволюция Да, извините Раз у меня это самое L равняется M пополам R с точкой в квадрате То уравнение L и Lagrange будут три уравнения По каждой из компонентов R с точкой R и R с точкой И останется только второй член L от R не зависит, останется только второй член И уравнение, да? И уравнение выглядит будет так M R две точки Я должен продифференцировать вот это выражение По R с точкой, да? Значит, дифференцирование по R с точкой дает двойку Извините Дифференцирование по R с точкой дает 2R с точкой Что я здесь и написал А потом еще нужно взять производную по времени Двойка сократилась с этой двойкой И я получил уравнение M M на R с точкой Две точки равняются нулю Это уравнение свободного движения Правильно? Почему? Потому что его первый интеграл Вот-вот какой M R с точкой Равняется константа Что это такое? Это первый закон Ньютона, да? Помните его формулировку, Ньютоновскую формулировку? Нет? Помните, да? Ну скажите, какая она? Только, пожалуйста, по одному и погромче Давайте Ой, невнятно Да Ну это Ньютон, это слово «система отсчета» Ньютон не говорил Ньютоновская формулировка Я не точно цитирую Она такая Что тело На которое не имеется внешних воздействий Находится в состоянии покоя Или равномерного прямолинейного движения Ну, точная Ньютоновская формулировка Вот это и есть то самое утверждение Когда константа равна нулю Это покой А когда R с точкой равняется константа То это прямолинейное и равномерное движение Кстати Вот когда я говорил, что Каждая физическая величина Рождается в рамках какой-то модели То Вот скорость, да? Постоянная скорость Слово «постоянная скорость» Эквивалентно Равномерное движение Так? Значит, вот В модели равномерное движение Вводится понятие скорости Как какое? Это та величина, которая сохраняется Для данного типа движения Ну, за исключением массы Почти все физические величины Как раз и рождаются Как сохраняющиеся при определенных условиях Значит, точное определение Дает условие сохранения А, значит, это самое Дается определение И применяется для этого конкретного выражения Уже для всех систем Во всех случаях Это стандарт появления физических терминов Мы сейчас это увидим Итак А что будет, когда у нас неравномерное движение? Ну вот Ньютон и наша собственная интуиция Подсказали, что в правой части Будет не ноль Значит, неравномерное движение Это когда у нас ускорение ненулевое Правильно? Это вот ускорение Если ускорение ненулевое То это движение неравномерное А какая его причина? А как его, как эту причину оформить? Как оформить внешнее воздействие? Значит, мы заявили С самого начала Что все наши системы Будут полностью характеризоваться Функцией Лагранжа Ну и как можно деформировать Функции Лагранжа Свободные частицы Для того, чтобы заработать ускорение Значит Я сейчас чем занят? Соображаю, как мне построить Более сложную, чем свободное движение Модель Значит, и Каждый раз соображая Говорю А давайте я самую простую Сделаю эту самую Деформацию Функции Лагранжа И посмотрю Годится или нет Во всех случаях годится Самая простая Но Это самая простая Относится только к определенному Деформации Только к определенному кругу явлений Может получиться так Что мы Для других явлений Вот эта деформация Окажется Недостаточной Тогда нужно строить новые модели И так далее И вот физика и состоит Из набора моделей Каждая из них Подобрана Под круг явлений И этот набор моделей На самом деле Исчерпывающий И все их можно строить Ровно таким образом Вот как сейчас Мы будем переходить К этому самому К функции Лагранжа Несвободных частиц Давайте сначала Одну частицу посмотрим Значит Утверждение Что для того Чтобы Получить Не нулевую Правую часть А это же уравнение Лагранжа Да Я должен Чтобы она Значит Напоминаю DL DR Минус DL DR с точкой С точкой Равняется нулю Верно? Значит D PDR Это вектор С тремя компонентами DR1 D DR2 DR3 Значит В декартовых координатах Этот вектор называется Градиентом В других Не декартовых В обобщенных координатах Ну вот К этим производным По координатам Надо добавить Множители Но для декартовых координат Эти все множители Единица Этому нас научат Дифференциальная геометрия Даст Бог Вы до нее дойдете Вот Итак Значит Это вектор Значит Это вот Три уравнения Для компонента R1 Для компонента R2 И R3 И соответствующие Номера Компоненту Скорости Значит Ежели у меня Вот как для свободной частицы L зависит только От R с точкой Я получаю свободное движение Значит Что я должен сделать Добавить зависимость От R И эту зависимость От R Простейшим образом Добавить Можно Аддитивно Добавить просто Функцию от R Функцию Лагранжа А? Да Потенциальную энергию Как говорят Потом Появится Понятие Потенциальной энергии Потом Не сразу Ну вот По техническим причинам Она добавляется Со знаком Минус У От R Так Вот Тогда Уравнением движения Будет Как легко видеть Уравнением Движения Будет Вот что такое M R с точкой Равняется Минус Поскольку здесь Стоит минус Минус И вот здесь Стоит минус Ду По Др Это Градиент Потенциальной Энергии У Почему Это У Будет Называться Потенциальной Энергией Мы Пойдем Пока Вот Формальное Название И вот Этот Минус Градиент Потенциальной Энергии Называется Сила И обозначается Буквкой Ф Она Вообще Говоря Зависит От R Видите Да Вот Вот это Уравнение Ньютона Второй Закон Ньютона Значит Второй Закон Ньютона Возникает Когда Я К функции Лагранжа Со знаком Минус Добавляю Потенциальную Энергию Почему Эта Величина Есть потенциальная Энергия Мы Поймем Довольно Быстро Хорошо Поехали Дальше Это У нас Была Одна Частица Да Прошу Прощения Масса На Ускорение На Ускорение Прошу Прощения Я Стер Формулу Для Скоростей Вот Сюда Нужно Было Добавлять Правильно Правильно Вы Молодцы Хорошо Так вот Это Была У нас Одна Частица Заметьте Что Значит Вот Эта Самая Система Частицы Под Внешним Воздействием Это Уже Не Замкнутая Система Правильно И Поэтому Никаких Требований Симметрии Новой Функции Лагранжа Вот Этой Вот Я Налагать Не могу Это Не Замкнутая Система У От Р Произвольная Функция Хорошо Замкнутая Замкнутая Система Называется Система Которая Содержит Включает В себя Все Взаимодействующие Друг с другом Конституенты Часть Откуда Взялась Вот Эта Потенциальная Энергия Какие Внешние Тела Там То Се Воздействуют На нашу Чтицу Мы не знаем Мы не Мы не берем Вот сейчас Мы будем Это делать Но пока Мы не Пытаемся Описать Это внешнее Воздействие На языке Функции Лагранжа Как только Мы Опишем И Включим Все То Мы Мгновенно Получим Замкнутую Систему И Все 24 Удовольствия От Принципов Симметрии Так Возьмем Две Частицы А Лучше Сразу Н Частиц Значит Ежели У меня Две Свободные Частицы Две Свободные Частицы Да То Естественно Что Функция Лагранжа Есть Сумма Их Вот Этих Самых Как Потом Окажется Кинезических Энергий Значит Это Не Тривиальная Модель Например Эта Модель Это Идеальный Газ В Идеальном Газе Его Конституенты Молекулы Атомы Нейтральные Вот Они Считаются Не Взаимодействующими Друг С Другом Точнее Он Настолько Газ Разрежен Что Взаимное Взаимодействие Которое Происходит С точки Зрения Механики Только При Столкновениях А Гравитационным Взаимодействием Их Уж Точно Можно Пренебречь Масса У них Совсем Маленькие Вот Так Вот Эти Частицы Идеального Газа Считаются Не Взаимодействующими Друг С Другом И Это Вполне Действующая И Полезная Модель Она Чрезвычайно Полезна Оказалась Для Ну вот Построения Создания Подраздела Физики Которая Называется Статистическая Механика Или вообще Статистическая Физика Она Идеальный Образец Для Мотостатистических Закономерностей Вот Так вот Ежели У нас Много Частиц То И Свободных Частиц То И Функция Лагранжа Есть Сумма Кинетических Энергий Каждой Частицы А Пусть Теперь Эти Частицы Взаимодействуют Друг С Другом Как Ну Значит Вот Опять Простейший Способ Это Считать Что Вот Эта Потенциальная Энергия Порождена Взаимодействием Двух Частиц Например И Опять Простейший Случай Простейший Как Сказать Вариант Этого Взаимодействия Для Частиц Это Что Такое Это Закон Кулона Верно Когда Потенциальная Энергия Есть Просто Единицы Разделить На Модуль Расстояние Между Частицами С Коэффициентами Значит Законом Кулона Называется Взаимодействие Потенциальная Энергия Которого Имеет Вид Константы Разделить На Модуль R R Относительное Расстояние Между Взаимодействующими Телами Вот Значит Не важно Откуда Взялось Это Кулоновское Взаимодействие Это Взаимодействие Зарядов Или Взаимодействие Тяготеющих Друг Друг Масс Тогда Это Еще Называется Закон Всемирного Тяготения Ньютоновский Значит Это Приближенное Всегда Это Самое Предположение В виде В виде Потенциальной Энергии И Приближение Действует Когда Когда У нас Силы Взаимодействия Маленькие А когда В каком Смысле Это Опять Мы Установим Дальше А когда Они Становятся Большими Вот Это Самое Приближение Кулоновское Приближение Надо Улучшать И Вот В случае Когда Для Тяготеющих Масс Достаточно Кулоновского Взаимодействия Достаточно Для их Описания Ну Или Когда Это Закон Всемирного Тяготения Ньютона Значит Кулон Ньютон Независимо Эту Формулу Написали Считая Что Эта Формула Относится Только Ньютон Только К тяготению А Кулон Только Для Электрического Взаимодействия Только А потом Физика Показала Что Это Общая Закономерность Это Приближение Общих Общих Более Сложных Функций Лагранжа И так Далее Значит Вот Закон Кулона Оказывается Приближением Простейшим Приближением Науки Под названием Теория Взаимодействия Электромагнитных Полей С заряженными Телами А Закон Всемирного Тяготения Ньютона Оказывается Простейшим Приближением Ну Вот Релятивистской Теории Гравитации Или Общей Теории Относительности Эйнштейна И так Каждый Раз Поэтому Значит Вот Физика Устроена Так Значит Вот Конечно Я иду Снизу С простейших Случаев Но Мои Обобщения На Более Сложные Модели Используют Опять Требования Основные Чтобы был Принцип Найменьшего Действия И чтобы Соблюдались Следствия Принципов Симметрии Пространства Времени Это Основной Подход И он Самодостаточен Все Можно построить На основании Этого Что и делается Делалось И делается До сих пор Так Хорошо Так Вот мы Говорим Много Частиц Значит Давайте Я Это Сотру И Напишем Значит Каждую Частицу Я Обозначу Номером А Тогда Функция Лагранжи Для Системы Частиц Это Вот что Такое Это Сумма По А Здесь Я Вынужден Писать Сумму Потому Что У меня Вот В этой Кинетической Энергии Будут Три Повторяющихся Индекса А не Два Смотрите М А Пополам Масса Частицы А Р С точкой А В квадрате Видите Здесь Два Множителя Два Индекса В Произведении И вот Третий Вынужден Писать Сумму Плюс У Ну конечно Это У Может Зависеть От Всех Р А Всех А Теперь Возьмем Самый Интересный Случай Который Во-первых Допускает Анализ А во-вторых Это Очень Хорошая Модель А пусть Вот Другого Воздействия Воздействия На Все эти Частицы С номерами А Кроме Как от Своих Этих Самых Товарищей Нету Взаимодействия Только между Этими Частицами Пример Очень Хороший Пример Солнечная Система Взаимодействием С другими Звездами Галактиками И прочее Мы В модели Солнечная Система Пренебрегаем Более Того Хорошим Приближением Оказывается Учитывать Взаимодействие Там же Гравиационное Взаимодействие А гравиационное Взаимодействие Пропорционально Массе Вот в этом Законе Кулона Для гравитации Стоит М1 И М2 Если две Взаимодействующие Частицы И Ясно Что если В этой Солнечной Системе Полно Разных Ну Таких Вот Несерьезных С точки зрения Теории Гравитации Объектов Как астероиды Вот пояс Астероидов Там Прилетающие Из космоса Там Другие Эти самые Частицы Не из солнечной Системы И так далее Вот Масса у них Ну Там Много Порядков Меньше Чем те Объекты Движением Которых Когда говорим О солнечном Системе Масса Этих Объектов Много Намного Порядков Ну Там Десятки Двадцатки Порядков Меньше Чем масса Планет И их Спутников И вот Модель Солнечной Системы Общая Модель Это Модель Взаимодействующих Вот этих Частиц Причем Значит Опять Взаимодействие Парное Простейший Случай Когда Взаимодействие Парное То есть Это Вот эта Вот самая Функция У от Р А Есть Сумма По А Меньшим Б У От Р А Минус Р Б А Меньше Б Что будет Два Раза Не считать Одно И то Же Взаимодействие Вот Р А Минус Р Б Вот Эта Система Уже Замкнута Да Р А Не Минус Запятая Р Б Не Минус А именно Запятая От Двух Так Вот Эта Система Уже Замкнута И Требование Инвариантности Относительно Всех Преобразований Группы Галилея Мы имеем Право Наложить На эту Функцию Лагранжа С Кинетическими Членами С членами Которые С кинетическими Энергией Все в порядке Там все Выполнено А что Будет С этими Самыми С частями Минус Только С членами Которые Есть Потенциальные Энергии Ну вот Каждая Из этих Потенциальных Энергий Должна Быть Инвариантом Относительно Преобразования Группы Галилея Так Значит Ясно Что-то От времени Зависит Поэтому Требования Никаких Следований Требования Однородности Времени Не накладывается Нет Хотя Можно было Написать Еще и Т Вообще Говорят Т Можно Написать Ну и Вообще Вот в этом Случае Тоже Написать Можно Т Еще Но Внешнее Воздействие Может быть Непостоянным И тут Есть Опять Два Варианта Это Из Такой Старой Старой Замшелой Механики Термины Когда Потенциальная Энергия Зависит От Времени Она Не помню Как Называется А Когда Не Зависит Она Называется Консервативной Консервативной Это Означает Что Потенциальная Энергия Не Зависит От Времени Только И Всего Вот Теперь Здесь Можно Было Бы Написать Время Да Но Значит Вот Написать Время Это Как Потом Выясняется Введение Времени Это Переход От Закона Кулона Самого Простого Взаимодействия К Более Сложным Релятивистским И Общей Теория Относительским Вариантам Мы Пока Не Рассматриваем Самые Простые Модели Здесь Нет Никакого Времени Значит Я Должен Удовлетворить Трансляционные Вариантности То есть Следствия Требования Однородности Пространства Значит Ну Вот Эта Величина У Не должна Меняться Когда К каждому Из Р А И Р Б Добавляю Одинаковый Вектор У меня Все Сдвигаются Правильно На Одинаковую Величину Все Координаты Всех Частиц Когда Это Бывает Когда У Зависит Только От Разностей Верно Тогда Добавка В Разностях Пропадает А Когда Эта Добавка Когда Это Самое Будет Выполнено Требование Изотропности Пространства Следствие Изотропности Пространства Когда Я могу Поворачивать Декарте Восиках Хочу Опять Когда Это Зависимость От Разности Есть Зависимость От Скалярной Функции Разности То есть От Ее Скалярного Квадрата Значит Вот Из Принципов Симметрии Мы Выявили Что У От Р А Запятая Р Б Есть У От Р А Минус Р Р Р В Квадрате Значит Р А Минус Р Б Называется Вектором Относительного Расстояния Между Частицами Да А Скалярный Квадрат Это Длина Этого Вектора Ну И Относительное Расстояние Это И Есть Длина Вектора Значит Для Замкнутой Системы Частиц Их Парные Потенциальные Энергии Могут Зависить Только От Скалярных От Длины Расстояния Между Ними Фиксирована Потенциальная Энергия Так Значит Заметьте Я сказал Слово Парные Взаимодействия Ну Для Подавляющего Числа Случаев Значит Вот эти Вот самые Парные Взаимодействия Их Хватает Для Описания Моделей Значит Более Сложные Типы Взаимодействий Можно Можно Пренебречь Значит Это Следствие Характера Взаимодействия Следствие Ну Вот Закона Всемирного Тяготения Следствие Закона Кулона Для Гравитирующих Масс Ну Ладно А вот Бывают Другие Взаимодействия И Допустим Следует Учесть Такие Взаимодействия Которые Зависят Не только От Состояния Пары Частиц Ну И Допустим Тройки Тройные Взаимодействия Значит Ну Заранее Скажу Что Для Классической Механики Это Случай Неинтересный Потому Что Силы Которые В Классической Механике Получаются Обычно Из Этих Самых Кулоновского Потенциала А для них Для Кулоновского Потенциала Значит Там Тройные Взаимодействия Много Меньше Парных В каком То Смысле Но Вот У меня Вопрос Как Да Система Замкнутая Допустим Мы берем Систему Трех Частиц Это Интересная Задача Например Задача Вот Какая Луна Земля Солнце Луна Питер Далеко И Масса Его Много Меньше Масса Солнца И Можно Пренебречь Юпитером И Тем Более Остальными Планетами Ну Когда Вот Эта Задача Трех Тел Возникает Ну Вот Допустим Когда Мы Рассматриваем Эффекты Которые Называются Приливами Эффекты На Земле Бывают Приливные Воздействия От Луны И От Солнца Ну От Луны В полтора Раза Сильнее Всего Лишь В полтора Поэтому Солнечный А? Как Как? Две Целых Нет Не Уверен Ну Поговорим А Солнце Далеко А Луна Близко И Вот Игра Этих Расстояний Игра Цифр Такая Что Они Сравнимы Друг С Другом И Для Реальных Земных Расчетов Не Стоит Пренебрегать Солнечные Да Не Понял Да Это А Прилил Сильнее Причем Здесь Линейный Размер Неправильно Вот это Неправильно Вот эти Эти Цифры Я вам Скажу Вот Что Такое Поправки Там Типа Одной Сотой Одной Тысячной На Линейные Размеры Плотность Чья Земли Причем Здесь Это Это Еще Более Мелкая Поправка Не Не Я вам Покажу Формулу Нет Тут Все Ясно Тут Все Ясно Вот Так Вот Задача Трех Тел Значит Для Системы Луна Земля Солнце Тройное Взаимодействие Неинтересно Но оно Бывает Интересным Для Конденсированных Тел Например Сильно Сжатый Газ Когда Вот Не только Это Барными Столкновениями Молекул Газа Нельзя Пренебречь Но и Тройными Тоже Это Почти Жидкость В жидкости Вообще Конечно Все Взаимодействия Надо учитывать Вот Ну и вопрос А как Будет Выглядеть Потенциальная Энергия Которая Зависит От Радиусов Векторов Одновременно От всех Радиусов Векторов Трех Частиц Утверждение Мое Принципы Симметрии Позволяют Написать Эту Зависимость Вот Вам Задача На дом Значит Задача На Написать Аргумент Вычислить Или найти Аргумент Потенциальной Энергии Тройного Взаимодействия Частиц Значит Для этого Достаточно Знать Ну Допустим Там Элементы Линейной Алгебры Подсказка Вот У нас Векторы Да И В множестве Векторов Заданы Какие Комбинации Векторы У нас Какие Скорости Координаты И прочее Какие Значит Это У векторов Это Во-первых Это самое Линейное Пространство То есть Там Определение Линейная Комбинация С числовыми Коэффициентами Элементов Линейного Пространства Принадлежит Линейного Пространства Во-вторых Там Заданы Операции Умножения То есть Это Алгебра К тому же Умножение Бывает Двух Типов Скалярное Произведение И векторное Произведение Видите Какие Богатые Структуры Ну вот Ими Надо Воспользоваться Для того Чтобы Найти Аргумент Вот Этой Потенциальной Энергии Хорошо Поехали Дальше Да Я не очень Расслышал Сейчас Посмотрю Сколько Времени Так У нас Следующая Лекция В 11.15 Да Ах Получасовой Да А Ясно Нет На самом деле Это хорошее Место Поставить Точку Пока Продолжение следует